Ну что же, еще раз всех приветствую, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Ну а перед началом данного разбора, друзья, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. И давайте, как говорится, дальше двигаться. Ну и что же, подготовлю для вас еще один интереснейший прогноз. Джин Юфрей против Лори Пауэллы. Ну и что же, друзья, что хочется отметить. Ну давайте начнем с статистики. Джин Юфрей. 15 боев, 9 побед, 1 нокаутом, 6 решением, 2 самым. 6 поражений, 2 нокаутом, 3 решением, 1 сабмишином. В принципе, она довольно-таки разнообразна. В принципе, в каких-то моментах может где-то и побороться, да. Но ее основная база это, то есть она предпочитает работать в стойке. А так, в принципе, она очень довольна разносторонней боец. Что же касается Глории Пауэллы. 7 боев, 5 побед, 4 из них нокаутом, 1 решением, 2 поражения, 2 решения. Что здесь хочется отметить? Ну, друзья, база Глории Пауэллы это тайский бокс. Несмотря на то, что есть 2 поражения, она очень мощная. Такая атлетичная девушка, да. Она гораздо мощнее, гораздо сильнее физической силы, мне кажется, нежели Джейн Юфрей. То есть, чисто стилитически по мощи и по силе, как бы, и в том числе и силе удара, да. Вот. Тут она мне видится абсолютной фавориткой. И, в принципе, букмекер ее видит фаворитом за 1.50 чем-то, в общем, под 1.6. В принципе, на данный поединок я, пожалуй, соглашусь с такими котировками. То, что она более молода, выиграла, кстати, на шоу Даны Уайта. И, в принципе, я считаю, что у ней больше козырей для победы, постоянный прессинг, давление, работа первым номером. И даже в данном противостоянии не исключается такого варианта, как по мне, что Глория, в принципе, может подловить даже на какой-то панч Джейн Юфрей. И, как бы, этого тут тоже исключать нельзя. Вот. И котировки, друзья, на данный поединок я учитываю плюс-минус, как бы, единственное, что можно дать козырь Джейн Юфрей, то, что она еще и в борьбе неплоха. Но не думаю, что здесь против столь атлетической и мощной молодой Глории Паулы у ней что-то будет проходить. То бишь, там, тейкдаун или клинчевать. В клинче мне Глория вообще смотрится даже гораздо предпочтительнее касательно клинча, да. Вот. Ну и за счет этого, друзья, я думаю, что в данном поединке коэффициент даже на чистую победу довольно неплохо смотрится. Но мне, я вам предложу, друзья, здесь другую ставку с коэффициентом повыше, нежели чистая победа. Вот, друзья, это то, что Глория Паула нокаутом или по очкам за коэффициент 1,8. Довольно неплохой коэффициент, учитывая то, что если примерно кому бы сколько я отдал процентов, Глории, друзья, я примерно где-то бы отдал, наверное, 60 на 40. Никто не списывает, конечно же, Джин Юфрей, но я не считаю ее фавориткой в данном противостоянии. То есть, обычно, когда встречаются девушки, побеждает более такая сильная, да, более жаждущая этой победы. И в данном противостоянии мне видится именно Глория Де Паула фавориткой. Да и, в принципе, ударная мощь, когда девушка с таким ударом, она играет очень большую роль. Так что, друзья, со ставками я здесь определился 60 на 40, да, естественно, я там не дам никаких 80 на 20, да. Но эта ставка очень неплохо смотрится, в принципе, я бы сказал, может даже для ординара, да, либо же там для каких-либо экспрессов также неплохо смотрится, вот. Ну что ж, друзья, практически все разобрал, еще один поединок остался. Наверное, все так-то выпущу уже завтра, друзья. Надеюсь на вашу поддержку, друзья, на вашу активность, так как, ну, очень тяжело, очень тяжело разбирать каждый карт, тем более то, что сейчас карты просто каждую неделю идут, да, очень много времени, сил и трудов как бы влаживается. Поэтому, друзья, очень сильно надеюсь на вашу поддержку. Ну что ж, дальше, думаю, пообщаемся в комментариях. У меня на этом все, друзья. До новых встреч, до новых прогнозов. Завтра, кстати, да, наверное, уже завтра, друзья, дам последний прогноз на карт UFC. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok